Приветствую всех ценителей английской донной ловли. С вами вновь ваш Алексей Фадеев. На дворе конец лета, и я приехал специально в Мордовию, в деревню Алферьево, на дикий водоем, где водится мудрый карп. Все дело в том, что данный пруд, который достаточно сильно растяжен, по объему он более 7 гектар, славится тем, что здесь водятся очень хитрые и умные карпы. Просто водоем очень много лет не спускался, его теперь можно назвать по-настоящему диким. Сюда приезжает масса рыболовов как из Саранска, так и из Пензы, так и из других ближайших регионов. И все эти рыболовы озадачены целью – поймать вот этого дикого карпа. Причем всех интересует просто сам факт поимки здесь рыбы. А почему? А все потому, что рыба здесь чрезвычайно хитрая и осторожная. Вот поэтому и я с группой своих сотоварищей приехал на этот водоем с целью попробовать свои силы на местной рыбе. Моя цель – поймать хотя бы одного местного карпика и продемонстрировать, что это за великолепное создание. И, конечно же, если мне это удастся, я обязательно расскажу, как я это сделал. Этот фильм будет посвящен ловле дикой рыбы в средней полосе России. Надеюсь, у нас все получится. Итак, начнем по порядку. С приготовления особой прикормочной смеси. В силу того, что ловить я буду достаточно несговорчивого карпа, который по праву имеет звание дикаря, так как на этом водоеме существует естественное воспроизводство. И племя здесь дикое, рыба несговорчивая, рыба хитрая. В водоеме очень достойная кормовая база, естественная. Поэтому на снасти обычных рыболовов карп не часто попадается. Поэтому моя прикормка должна быть максимально естественной для местной рыбы, но одновременно неординарной, то есть особо пикантной. То есть рыба должна просто захотеть ее попробовать, заинтересоваться. И, соответственно, я, когда вообще ловлю на водоемах такого типа, всегда задумываюсь о том, чтобы не кормить рыбу, что не класть большое количество прикормки в точку, а только лишь ее привлечь. И привлечь ее можно только очень особыми вкусными ингредиентами. Мой первый ингредиент – это высококачественный меленький пелец, имеющий рыбную основу в диаметре 4 мм. Данный пелец имеет низкую растворимость. Соответственно, он достаточно долго привлекает рыбу, не распадаясь на дне под воздействием воды. Второй ингредиент – это уже увлажненный мягкий пелец с высокой растворимостью и имеющий очень сильный ароматизированный аспект, так называемый пелец с запахом розы или шиповника. Данный продукт очень здорово работает поздним летом и в течение всей осени. А так как все-таки на дворе сейчас уже лето на закате, то этот продукт реально отменно работает по карпам и карасям. Ну, лично из моей практики. Также я использую небольшое количество сухой смеси, смеси из зерновых, светлого цвета. Почему я использую зерновую смесь мелкодисперсную? Просто все дело в том, что на водоемах такого типа обычно очень темноватая вода, особенно в пасмурную погоду, как сейчас. И поэтому очень важно для того, чтобы привлечь карпа создать некую взвесь в толще воды. Взвесь можно создать только ярко-желтыми прикормками и белыми прикормками. Данный состав, который я использую сегодня, там просто большое количество плавающих частиц именно с белой основой зерновых, которые плохо пьют воду и они здорово всплывают. И вот мне важно, чтобы четко моя прикормка создавала такой устойчивый кормовой стол именно поверх ила. И над ним в виде совсем маленьких плавающих частиц постоянно находилась муть, которая как раз дистанционно может привлечь карпа, который плавает в толще воды или находится у поверхности. И вот такой двойной удар, когда мы работаем именно с сильно ароматизированной прикормкой, которая находится на дне и плюс взвесь в толще, карп подходит. Соответственно, кроме этого, я помимо вот этих компонентов добавляю еще компоненты, имеющие сильную ароматическую основу. Просто ил имеет запах, да, и запах не очень приятный для человека. Ну, как показала практика, что и карпы, да, они не очень любят кушать с ила, копаться в нем. Они, может быть, что-то сверху подбирают, съедают каких-то личинок, именно, ну, какой-то планктон с подводных растений, но копаться в иле они не очень любят. Карп не карась. Поэтому для того, чтобы рыбу заставить все-таки кушать со дна, да, немножко покопаться в иле, нужно высоко ароматизированные прикормки, которые как бы перебьют вот этот гнилостный запах ила и будут стимулировать рыбу кормиться четко со дна. Поэтому сегодня, помимо и так сильно пахнущих прикормок, я буду использовать специализированные аттрактивные ароматизаторы с запахом ванили и клубники. Вот в таком тандеме они уже не раз выручали меня на таких диких водоемах, потому что клубника – это естественный запах, ваниль такой сладенький запах, естественный, и карпиков это не пугает. Поэтому в свою прикормку я добавлю немного ванили и клубники, все это увлажню небольшим количеством воды и, соответственно, буду прикармливать точку. Теперь я расскажу о своей особой оснастке. Вообще на заиленных водоемах и местах с повышенной растительностью я очень люблю использовать классическую спортивную оснастку с названием Running Feeder – скользящая кормушка. Плюс этой оснастки в том, что на ней рыба совершенно не чувствует веса самой кормушки и натяжение лески от обратного давления вершинки. Соответственно, она без каких-либо негативных ощущений берет приманку, смещается в точке, только в этом случае натягивается леска, и поклевка передается с неким запозданием в ковертип фидерного удилища. Значит, как именно монтируется моя оснастка? На основной леске, именно монолеске, а не плетенке, потому что карпов я ловлю на монофильную леску, которая имеет растяжимость. Я завожу кормушку. Кормушку небольшую, она может быть и весом и 7, и 14, ну максимум 20 грамм, как в этот раз. Далее я формирую скрутку. Скрутка обычно равна длине или 15 или 20 сантиметров, с концевой петелькой. После, в район фиксирующего скрутку узла, выше, на основную леску, я зажимаю дробину 6 или 8 номера. Зажимаю не сильно, чтобы не пережечь леску. Соответственно, потом эту дробинку я подвожу к узелку. И кормушка, получается, у меня будет упираться в эту дробинку, как в буферную, и не соскальзывать по скрутке и по поводку вниз. То есть, у кормушки происходит фиксация. Далее, к петельке, скрутке, я привязываю методом петля в петлю поводок длиной метр, метр двадцать. Всегда, тогда, когда я ловлю на илу, я использую длинные поводки длиной более одного метра. Итак, хочу дать несколько традиционных советов от Фадеева Алексея для ловли на водоемах, которые схожи с тем, на котором я ловлю сегодня. Ну, во-первых, в обязательном порядке на такие фидерные рыбалки нужно иметь с собой в качестве насадки отменного крупного мотыля. Все дело в том, что на таких водоемах всегда много мотыля из-за обильного ила, потому что ил для мотыля – это естественная среда обитания, развития, роста, и, соответственно, практически вся местная рыба кормится мотылем. Конечно, для многих рыболовов, кто любит ловить карпа донной снастью, мотыль является неприемлемой насадкой, но сегодня вся рыба была поймана исключительно на пучок из мотыля. Поэтому я советую не пренебрегать мотылем и покупать его, и использовать его на своих рыбалках. Следующий совет, совет номер два – это особая техника подачи прикормки. Очень важно, после того, как вы сделали свой заброс на фиксированную дистанцию, а фиксированная дистанция у вас регулируется клипсой в шпуле рабочей катушки, ни в коем случае нельзя после заброса и погружения кормушки на дно делать подмотку или делать резкий рывок удилищем. Все дело в том, что ил будет засасывать кормушку, то есть она у вас упала на слой ила, и если вы сделали резкий рывок, то есть она загоняется под ил. Поэтому сегодня, после того, как я забрасываю снасть, она доходит до клипсы, я просто кладу ее на стойку. И в этом случае это гарантирует мне, что моя кормушка, следовательно, оснастка и приманка с наживкой не погрузится в ил. Ну и совет номер третий. В обязательном порядке на карповую рыбалку, на сильно заильном водоеме нужно иметь с собой большой перечень аттрактивных дипов. Дипы с яркими фруктовыми запахами, такими как персик, банан, ананас, соответственно, скопекс, тутти, клубника и так далее. Также нужно иметь дипы с перечными запахами и рыбными запахами, то есть резкими запахами, которые будут перебивать запах ила. Ил – это враг для насадки, потому что ил, он засасывает насадку и, соответственно, забирает ее запах, то есть он перебивает своим гнилостным запахом запах естественной насадки. И для того, чтобы его усилить, нужно сдабривать свою рабочую насадку с помощью аттрактивного дипа. Увидимся с вами скоро вновь на водоемах России с фидерной снастью. С вами был ваш Алексей Фадеев. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok